Принял ли ты, Дух Святой, есть ли у тебя помазание и сила? Да, есть. Есть. И наша главная задача – идите и проповедуйте Евангелие всем людям. «Кто верит и крестится, тот спасен будет, а кто не будет веровать, тот осужден будет. У веровавших же будут сопровождать и знамения. Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы». И сказано, что они шли, проповедовали, и тогда Господь содействовал им чудесами и знамениями и был с ними. Бог подтвердил Своё Слово чудесами и знамениями. Когда? Нам не нужно просто ждать чудеса ради чудес. Да, ты можешь не согласиться, что нам не нужны чудеса, но это правда, ведь Иисус об этом учит. Когда Иисуса искушали в пустыне, Сатана его искушал и предлагал, взойди на высоту храма и упади сверху, и тогда, ведь Библия говорит, что ангелы тебя на руках понесут, и что нога не притнется о камень. Но Иисус сказал, «Не искушай Господа Бога твоего». Он отказался творить чудеса, потому что Иисус не пришел, чтобы просто красоваться и чтобы чудеса делать, но Он пришел в первую очередь ради тебя. Аминь. И тебе нужно держать в голове и в сердце самое главное, что самое важное — это другие люди, другие жизни. И когда мы идем к другим людям, и тогда уже Бог сопровождает наши действия чудесами и знамениями, и показывает чудеса, и это все нормально. Но нам не нужны чудеса просто ради чудес и просто ради каких-то выражений Божьей силы. Завтра, допустим, будет служение Пятидесятницы, и завтра самое истинное время. И завтрашняя тема будет анатомия призваний. Не о Духе Святом, а о призвании. В Идеяниях Апостолов написано, «Оставьтесь в Иерусалиме, пока Дух Святой сойдет на вас, и будете моими свидетелями, как в Иерусалиме, и в Иудее, в Самаре, и даже до краев земли». И цель пришедства Духа Святого — это другие люди. Будете моими свидетелями, и вы пойдете к людям. И мы не идем просто так к людям. В Матфеи сказано, что мы должны делать учениками все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа. Идите и делайте учениками. И это о нашей Церкви сказано. Есть лидеры и помощники, и лидеры, которые еще будут лидерами. Знаете, что вы в самом лучшем месте в Латвии. И такова анатомия призвания. Много званых да мало избранных. И люди не избраны только потому, что они не отозвались на свой призыв. Они слышали о призыве, но не отозвались на него. И мы должны молиться Богу. Бог, Боже, пошли, делайте на жатву свою. И это правильно. Мы должны молиться об этом. А во-вторых, мы должны отозваться. Надо просто взять и отозваться на это призвание. Анатомия призвания. Говорит ли Бог тебе? Но ведь нет ничего более важного после того, как ты познал Христа. Да, ты можешь наслаждаться жизнью, и ты можешь наслаждаться всем тем, что Бог тебе дает. Но есть один нюанс. Главные заповеди – это любви Бога и ближнего своего, как самого себя. И речь не идет только о братской любви. Речь идет о тех людях, которые погибли. Ведь Иисус пришел, чтобы взыскать и найти погибшего, чтобы спасти погибшего. Иисус сказал, чтобы спасти тех, кто погибает. Иисус говорит, если среди вас кто-нибудь, если одна овца потерялась в стаде, не оставит ли пастух все 99 и не пойдет ли искать эту одну овцу? Каждый пастух пойдет и сделает так, и будет искать эту одну потерявшуюся овцу. И те овцы, которые еще в мире, которые не знают Бога, они должны прийти. И это наше задание. И нас много, друзья, и скоро нас будет уже тысяча. Скоро нас будет тысяча. Скажи, тысяча. И тысяча, и две тысячи, и три тысячи. Аллилуйя. И когда песок начнет уже сыпать из меня. Не верите? У меня тоже наступит время, когда песок начнет сыпаться из меня. Но будет новое поколение, подготовленное, оно продолжит дело. Будет картинка такая. Во, вот этот старик учредил эту церковь, создал ее. И я не против. Я хотел бы, чтобы так было. Классно. Когда я был в гостях у Дага Хьюарда Милса, у Ричарда Эрии. Ну, быть у Ричарда Эрии, это как быть у Дага Хьюарда Милса практически. Он следует за своим пастором, и все делает так же, ходит только с книжками пастора и проповедует об этом. Ну что, о какой теме вы хотите поговорить? И он говорил, что ему все равно, о какой теме проповедовать, потому что он все знает. Он знает все книги и учения своего пастора. Достает планшеты, проповедует по этой теме. Он полон этого учения. Он одну книжку прочитал больше, чем 10 раз. Одну книжку своего пастора Дага больше, чем 10 раз. 10, 20, сколько? 30. 30 раз одну книгу прочел. Он наизусть все знает. Вот последователи. И таких людей тысячи ненормальные. Тысячи. Много. Один гинеколог однажды придумал, что будет служить Богу. Один гинеколог. Он решил быть гинекологом, и он стал пастором. Осталовил свою престижную работу. Но я не знаю, насколько гинеколог престижная работа, но, наверное, престижная. Я когда был в Лондоне, я заходил в кабинет, и там был экран, ТВ-экран, и Даг Хьюард Миллс проповедует. Идешь дальше, опять картинка Дага Хьюарда Миллса. Они очень ценят и уважают своих лидеров. У них такой порядок. И, наверное, потому что они ценят и уважают своих лидеров, это видно. И поэтому они растут. Именно поэтому они способны достигнуть людей. И иногда смотрим на людей, у которых... Лидеров, у которых больше, чем 100 людей. И мы можем думать о них. Они особенные. Они как-то особенно слышали призвание. Может быть, кто-то и слышал какое-то особенное призвание. Но прошло 12 лет вместе. Есть люди, которые со мной от самого начала. И прошло полгода, и мы можем думать, все будет. Но послушай, у тебя недостаточно знаний и мозгов, чтобы спустя полгода быть суперлидером. Если ты хочешь вырастить тыкву, тогда тебе надо мало времени. Но если ты хочешь, чтобы из тебя вырос дуб, нужно много времени, потому что дуб растет долго. Так вот, ты дуб, а не тыква. Дубок. А будешь дуб. Однажды женщина одного мужчины сказала... Ну, я не говорил, но я слышал. Дайнит. Дайничка. Назвала мужа так. Мы назвали мужа уменьшительно ласкательной форме. А она сказала, а мне не нравится, когда моего мужа так называют. Потому что он дайнис. Он дуб. Аминь. Но дуб не растет один день. Поэтому нам нужно необходимо достаточно долго работать, чтобы вырастали дубы. И нам нужно было 12 лет. И теперь есть люди, у которых есть 60, 70, у которых 100. И тогда, когда мы росли в начале, это не то же самое, что то, что происходит сейчас. Ведь тогда мы не знали многие вещи в начале, многое не понимали, я многое не понимал. Не было системы, не было порядка, не было учения, не было все объяснено до конца. Но теперь другие времена. Тогда люди просто следовали. Ну что, пастор, когда ты начнешь уже проповедовать о Гидеоне, а? Ну, наверное, пора, да. Пора. Аллилуйя. Гидеон. В книге Судей. В книге Судей, 6 глава. Судья, 6. Судья, 6. И в 6 стихе. И весьма обнищал Израиль из-за Мадьянитян. И возопили сыны Израилева Господу. И когда возопили сыны Израилева Господу на Мадьянитян, послал Господь Пророка к сынам Израилевым. Ситуация была такова, что израилетянин обнищал, потому что Мадьянитяне постоянно атаковали их землю. Местные жители прятались в пещерах, так же, как и сейчас люди прячутся по домам. Они прятались в пещерах, и урожай украли, все было обворовано. И отец Гидеона, его отец, отец Гидеона, Он был языческим священником у алтаря Ваала, божества. А Гидеон, его отец, он мял зерна в винном месте. И он это делал, чтобы спрятаться, чтобы спрятаться, и чтобы эти иноземцы, они не атаковали, не нашли зерно. И в тот момент израилетяне призывали Господа, и звали к Господу. Они звали, молились, призывали Его. И мы читали это так же и про Моисея, что народ взывал к Господу. И анатомия призвания такова, что, в первую очередь, касаемо Гидеона и Моисея, видим, что сам народ, сам народ взывал к Богу о спасении. Поэтому еще раз, есть смысл повторить, что молитва всегда важна. Когда мы сами молимся. Когда люди молятся. И хорошо, что у нас такой гимн. Боже, благослови Латвию. Даже не хотя люди молятся. Может быть, только потому, что у нас такой гимн. Только поэтому Бог особенно благословляет нас. Хорошо, люди уехали. Хорошо, число людей уменьшается. Но все-таки относительно у нас не так уж и плохо. Хорошо. Я видел на фейсбуке, кто-то Гитлера запостил. Знаешь, что такие генералы собрались, и Гитлер их ругает. Видел ли такое видео? Ох уж эти латыши! Гитлеры едят лук и не умирают, и не болеют. Что за безобразие? И Гитлер не справляется с нами. Гендеристы с нами не справляются. Почему? Потому что наш народ зывает к Богу. И когда народ зывает к Богу, что происходит? Как Бог отвечает? Приходит ли Бог сам? Одетый, в танки. Так происходит? Нет. Сказано, что он поднимает людей. Он призывает людей. И сказано, что Гедеон... Гедеону явился ангел и сказал, Господь с тобой. Господь с тобой. Бог является ему сверхъестественным образом. Сверхъестественное призвание. У Гедеона было. И у Моисея было сверхъестественное призвание. А у Иисуса Новина не было. Но в данном образе... В данном случае Бог сверхъестественно открывается Гедеону. А почему Гедеону? Почему не его отцу? Почему не тому, кто с жизненным опытом, у кого есть ресурсы? Он известный человек в своем городе. У него есть все, чтобы он сгодился для служения Бога. Но все же Бог избрал Гедеона. Этот человек Гедеон вообще прятался где-то. Но Бог его нашел. И из этого проистекает, что Бог на нас смотрит не так, как мы на себя смотрим. И Бог смотрит на людей не так, как мы. И поэтому Бог призывает Гедеона, а не его отца. Потому что Бог... Бог... Сам Бог видел в Гедеоне, что он сгодится для служения. И дело Божьего. Бог сказал, Бог знает. Это Божье призвание. Он избирает. И ангел появился и сказал, Господь с тобой, муж сильный. Гедеон сказал ему, Господин мой, если Господь с нами, то от чего постигло нас все это? И где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря, из Египта вывел нас Господь. Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадьянитян. Господь, возрев на него, сказал, иди с этой силой Твоей и спаси Израиля от руки мадьянитян. Я посылаю тебя. И Гедеон говорит Богу, Господи, ну как я спасу Израиля? Вот, и плема Мое в колене Монасии самое бедное, и я в доме отца Моего, самый младший. И сказал ему Господь, я буду с тобой, и ты поразишь мадьянитян, как одного человека. И Гедеон сказал ему, если я обрел благодать пред очами Твоими, то сделай мне знамение, что ты говоришь со мною. Про Гедеона сказано, что он из самого бедного племени был, из самого бедного рода. Ты видел ли этот мультфильм? Подарок для самого слабого. Где зайчик в лесу плакал, и все ему делали боль, причиняли боль. Волк ему вредил, медведь ему вредил, лиса ему вредила. А лев в тот момент смотрел передачу о мире животных. И видит лев в другой стране передачу, и видит, что зайчик плачет в лесу. И он решил удивить, удивить зайчика, и отправил ему подарок, подарок для самого слабого. И из вертолета опустили огромную коробку. И на этой огромной коробке написано подарок для самого слабого. И тогда почтальон разносил молву, подарок для самого слабого. И тогда началась борьба в лесу. Кто же самый слабый? Волк или лиса, или медведь? И зайчик прикасается к лисе, лиса падает, и лиса говорит, вот, я самый слабый. И все начали спорить, кому же достанется этот подарок. И кто-то из этих людей победил, достал эту коробку. И из этой коробки вышел лев. И такая классная музыка, знаешь, в конце играла. И вместе с зайчиком лев идет. И заяц такой гордый. У меня есть лев. И все остальные звери уважают зайчика. И зайчик всех прощает. Зайчик хороший. И у зайчика есть лев. Аминь. И так же было и у Гедеона. Ты самый маленький, самый слабый. Как же Гедеон спасет народ? Кто я такой? Но Бог сказал, я буду с тобой. Я буду с тобой. Потому что Бог со мной. Потому что Господь со мной. Аминь. Скажи, Господь со мной. Аллилуйя. И со всеми теми людьми, которые в твоей группе. Бог с ними. Почему эта церковь здесь сейчас? Потому что Бог со мной. Потому что Бог с вами. Бог с тобой. Ты не понял. Ты не понял. Скажи еще раз. Бог со мной. Бог со мной. И еще раз семь раз. Бог со мной. 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 Аминь. Скажи, Господь с нами. Это ключевое слово. Когда Бог призывает тебя, Бог говорит, я буду с тобой. Я буду с тобой. А Гедеону этого не хватило. Он сказал, если ты правда будешь со мной, дай мне знак. И тогда Бог даже дал ему и знак. А со знаками и чудесами так. Можно, конечно, просить знаки. Но мне кажется, что это лишнее. Потому что Божие призвание четко написано в Библии. Идите и делайте учениками все народы. И они просят знак. И знак получают. И Бог их отправляет. И что мы выучили? Что мы поняли? Мы поняли, что не важно, как мы о себе думаем. Бог смотрит на тебя иначе. Он говорит, в любом положении, в любом возрасте. Я напоминаю, в любом возрасте. В любой социальной позиции, в любом финансовой позиции, в любой народности. Если Бог тебя призывает, и ты отвечаешь, тогда Бог с тобой. И ты будешь способен исполнить Его призвание. Скажи, я смогу, я буду способен, я смогу исполнить призвание. Потому что Бог с тобой. Потому что Бог с теми, кто идет в призвание. И все, что тебе нужно, это призвание. Идти в призвание. Ключевое слово – это что? Бог с тобой, и ты сможешь. Идем дальше. Это был Гедеон. Теперь Елисей. Когда ты читаешь Слово Божие, нравится ли тебе Елисей? Мне нравится. Конечно, есть кто-то, кто мне больше нравится, но Елисей мне тоже нравится. Елисей был тем, кто получил двойное помазание, сравниваясь со своим пастором, со своим учителем. Он получил двойное помазание по сравнению со своим пастором, со своим учителем. И как Бог призывает Елисея? Четвертая царств, вторая глава. Но перед этим есть Третья царств, 19. И в Третьей книге царств сказано о том, что Илья, пророк Илья, пригласил Елисея, который пришел со скотом, потому что Елисей был богатым человеком. И идет Илья и набрасывает на него накидку, набрасывает на него свою одежду, свою накидку, и говорит, следуй за мной. И Елисей возвращается домой и закалывает животное, чтобы принести в жертву. Он оставляет свое богатство, он оставляет все и следует за Елисеем. Бог указал Илье на Елисею. Бог сказал Илье, помашь Елисея. Помашь Елисея. Очень важно нам, очень важно нам, лидерам, знать, что это за человек, которого нам нужно призвать. Я действительно не могу объяснить, почему Бог делает и говорит так. Но каждый из пророков слышал голос Божий. И я потом это буду напоминать. Есть люди Божьи, Иисус, Он поднимался на гору и всю ночь проводил в молитве, и после этого Он призывал к себе тех, кого хотел, тех, кого Он избрал апостолами, 12 учеников, из большой среды группы людей Он избрал 12. Как Он это сделал? Он провел ночь в молитве. Поэтому прежде чем призвать, нужно провести час, надо провести часы в молитве. И потом ты должен сказать этим людям, ты призван, ты будешь пастором, ты будешь служить. Держись меня, и все будет хорошо. То, чему я учу, я учу из Библии. Я мог бы, конечно, и проще преподнести, но я учу Слово Божие. Я говорю о людях, которые различными образами были призваны. И Елисей был призван именно так. И Елисей стал последователем Ильи. И мы в Библии можем читать в 4 царств 3.11, что царь Иосифат просил пророка. И ему сказали, и сказал Иосифат, нет ли здесь пророка Господня, чтобы нам попросить Господа через него? И отвечал один из слуг царя. Здесь Елисей, сын Сафатов, который подавал воду на руки Ильи. Они знают, что этот человек был с Ильей. Ильи уже нет, но есть человек, который служил, который служил Илье во всем. Он был учеником. Он ходил повсюду, он жил вместе с ним. Он делал различные дела. Почему он делал? Потому что Илья накинул на него накидку, и Бог сказал, ты призван, ты призван, ты будешь помазанным, ты будешь служить, следуй за мной. И он следовал. И у Ильи было много учеников. И он много церквей обошел. Но именно Елисей продолжил дело Ильи. И почему именно он? И не потому, что он просто как-то особенно воду на руки лил. Друзья, о чем идет речь? Можно ли войти в призвание, если это даже маленькие дела, а маленькие просьбы не способен сделать? Если ты не можешь вовремя прийти на группу, то можешь ли ты сделать что-то большее? Можно ли тебе доверить что-то большее? Нужно быть тупым, чтобы тебе доверить что-то большое. Но какой работодатель, человеку, который постоянно опаздывает и не исполняет задания, будет ему платить и сохранить на работе? Послушай, у организации есть цели. И цели, которые нужно достичь. И это можно достичь только тогда. Люди компетентно работают. Иисус говорит, будьте верны в малом, и тогда я доверю вам великое. Вот как от Бога можно понять, кто истинный? Нужно принять от Бога. Это очень просто. Ты видишь, человек верен в малых делах. Это, конечно, еще не все. Но человек должен научиться хотя бы быть верен для начала в малых делах. И также верен в больших делах. И никакие большие вещи ты не достигнешь, если не будешь верен в малых делах. Аминь. Аминь, аминь, аминь. Елисей, который излил воду на руки Ильи. И сейчас к самому интересному вернемся. Елисей вообще очень интересная личность. Бог не только Елисею, но и ученикам сказал, что он будет, Илья, точнее Илья, будет поднят вверх к Господу. На колеснице. То есть Илья, Илья, так же, как и Иисус, был тем, кого взяли на небеса. Так же, как и Еноха. Так же, как и Енох был взят от земли. А Моисей, допустим, даже неизвестно, где он похоронен. Сказано, что сам Бог похоронил его. И все знали. И Елисей это знал. Елисей хотел быть на месте Ильи. Елисей хотел быть на месте Ильи. Елисей хотел двойное помазание. Елисей хотел еще больше достигнуть. Еще больше достичь, чем его учитель. Он хотел еще больше. Илья его проверял. Елисей говорил. Четвертое царство 2. Сказано. И сказал Елия Елисею. Останься здесь, ибо Господь посылает меня в Ефиль. Но Елисей сказал. Жив Господь и жива душа твоя. Не оставлю тебя. И пошли в Ефиль. Нравится ли тебе? Нравится ли тебе слушать это слово? Итак, прежде чем отправиться на небеса, Илья знал, что он уйдет. Он дал последние инструкции Елисею. Он хотел дать все инструкции о церкви. И он сказал, я пойду в Ефиль. В ту церковь. В то место, да. И Елисей тогда ответил, что я пойду с тобой. Я не оставлю тебя. Я не оставлю тебя. Тебе руководитель говорит. Останься здесь. Оставайся тут. Не иди. Да, но Бог жив. Я пойду за тобой. Я тебя не оставлю. Мне совершенно все равно. Я тебе надоедаю. Мне нужно твое помазание. Аминь. Мне нужно твое помазание. Он сказал, двойное. Я хочу быть в два раза круче, чем ты. Я хочу быть в два раза круче, чем ты. И Илья даже это не знал пока. И Елисей остался, и он пошел с учителем. Он пошел вместе с тем, кто его учил. Даже если его прогоняли. Илья навестил учеников в Ифиле. И в четвертом стихе снова написано. И сказал ему Елия. Елисей, останься здесь, ибо Господь посылает меня в Иерихон. И сказал он. Жив Господь, и жива душа твоя. Не оставлю тебя. И пришли в Иерихон. Пошли дальше. И три раза так было. Из одного места в другое место. Из одного места в другое. И они посетили несколько мест. А Елисей наставил на своем. И говорил, я тебя не оставлю. Я тебя не оставлю. Итак, признанный человек, он всегда на собрании лидеров. Он всегда на каждой группе. Он всегда старается быть рядом со своим руководителем. Аминь. Он всегда старается быть рядом со своим пастором. Даже тогда, когда он прогоняет тебя. Даже когда он что-то жесткое тебе говорит. Твое дело не обидеться, а наоборот. На животе ползать. Тебе не меня нужно, тебе нужно помазание. Аминь. Не самого лидера, а его помазание. Но мы не можем это отделить. Ну смотри, как ты можешь быть ближе к пастору? Ну слушай, слушай проповеди. Допустим, я знаю, что у Дайги много плодов. Было. И будет еще. Сейчас сохраняет эти плоды. Но будет еще больше. А почему? Одна из причин в том, что Дайга одну проповедь слушает много-много раз. Ну, десять раз даже, да? Было так, что даже десять раз, да? Десять раз. Близко к пастору. Я с Дайгой особо не разговариваю много. Ну, бывает там, пять раз в год позвоню и на группе, и все. Есть люди, с которыми надо быть рядом много-много. А есть люди, которым это и не нужно. Есть различные способы, как ты это принимаешь. И надо быть близко к ним. И также через книги можно принять. Через проповеди. И тебе нужно быть рядом с пастором, с проповедником, с человеком Божьим. И даже если тебе что-то не нравится в нем, будь близок к нему. И у меня было учение о фамильярности, помните? Но если ты хочешь помазания этого человека, тогда тебе нужно его принять. Хочешь идти в призвание, тебе нужно принять человека. Каждый только думает, какое мое призвание, какое мое служение. А есть люди, у которых вообще ничего не растет, плодов нет, ничего не происходит. И люди только сами придумают свое служение, но там нету помазания. А Елисей излил воду на руки Ильи. Он поливал водой руки Ильи. Он был просто слугой, служил. И за то, что он служил ему, он мог учиться от него. Знаешь ли ты, как учатся люди, которые строят... Это такие мастера, которые на протяжении всей жизни будут обеспечены работой. И им бывает сто лет, и все равно они востребованы. А знаете почему? Потому что они берут и выбирают ученика, так же, как Иисус выбрал учеников своих. И Он рассказывает другим людям свои секреты, свои работы. И такое призвание. Встречались ли вы с такими людьми, которые передают все свои знания, свои секреты дальнейшим поколениям, ученикам? И тогда работа этих мастеров продолжается. Я видел таких. Они ничего тебе не скажут и не расскажут, но тогда, когда ты будешь служить Ему, и когда ты будешь с ним работать долгое время, тогда ты будешь такой же, как и Он. Елисей. Когда Елисей говорил, я тебя не оставлю, я тебя не оставлю, три раза сказал. А Илия говорит, а что ты хочешь? Елисей сказал, я хочу двойное помазание, как у тебя. Это же хорошее желание, что у тебя церковь в два раза больше, чем у пастора твоего. Да, кажется глупо, но на самом деле это не неправильно. И я за это только радуюсь. Хорошо мечтать такую мечту. Двойное помазание. Хочешь ли ты в два раза больше? Тогда тебе нужно стать частью меня. Все, что я делал, и так же и ты делай это. И таким же образом, и даже лучше. Ты получаешь все то, что уже есть, и строишь еще больше. Не может ли быть такое, что те люди, которые здесь сейчас сидят, они в дальнейшем будут пасторами? Сто людей в церкви, двести людей в церкви, пятьсот людей, тысячи людей в церкви, три тысячи людей, мега церковь. Может ли быть такое, что здесь сейчас такие люди сидят? Люди думают, ой, ну а что я? Это как Моисей сказал, пошли кого-нибудь другого, а не меня. Такое мышление у нас бывает. И Гедеон сказал, да кто я такой? Я из самого бедного племени, из самого маленького, самого бедного племени. У меня же нет силы. Разве действительно Бог меня выбрал? Столько же вопросов много, я же не могу. Но, друг, ты можешь. Ты можешь. Призвание, иди в свое призвание, начни служить. Будь помазанным. Я хочу двойное помазание, он говорит. Я хочу двойное помазание. И он сказал, ну, это трудно исполнить. Но если ты увидишь, как меня восхищают на небеса, тогда это произойдет. А если не увидишь, то не произойдет. Тогда или я взял накидку, ударил по реке Иордан. Тогда явился огонь, явились колесницы. И Елисей на это смотрел, был в шоке, не знал, как даже реагировать на это. И начал кричать, о, колесницы Израиля и наездники. Елисей был в шоке и видел, видел своими глазами, как Илья был взят на небо. Он и видел, и сказал, что у него будет двойное помазание. Осталась только накидка от Ильи, который был восхищен. И он взял эту накидку, и остальные ученики наблюдали за этим, смотрели. И он взял накидку и рискнул. И он сказал, ну, где Бог Ильи? И ударил, и воды раступились. Так же, как и у Ильи так было. И остальные люди это тоже видели. И они говорят в 15 стихе «Опочил дух Ильи на Елисея, и пошли навстречу ему и поклонились ему до земли». Елисей падал на колени перед Ильей, но когда он получил двойное помазание, тогда уже другие люди преклоняли колени перед ним. Аминь. Вот что такое помазание. Вот что такое призвание. Как Елисей его призывал. Вот анатомия призвания. И мы сегодня говорили о Гедеоне и Елисеи. И они были призваны. По-разному. Они были по-разному призваны. Елисея Бог очень просто призвал. Ильи Бог сказал «Призови Елисея». И тогда он оставил свою накидку ему, и он начал служить. И он начал служить, и воду на руки поливал. Помогал ему. Они вместе молились, служили. До того момента, как Илья отправился на небеса, и Елисей из-за своей неотступности получил двойное помазание. И мы можем читать в Слове Божьем. Он делал дела, и это показывало, что у него было двойное помазание. Скажи двойное помазание. В тот момент, когда Илья его призвал, он оставил свое богатство, и он принял решение следовать за своим учителем. Это значит, что больше богатства, больше всего остального он хотел войти в волю Божью, в Божье призвание, и быть таким, как Илья, и даже круче. Скажи «Аминь». Бог благ. Аминь. И это была анатомия призвания. Если мы хотим войти в призвание, то мы обязаны принести жертву. И это не просто какое-то разовое пожертвование, это что-то большее, это твое время, какие-то вещи, которые ты любишь больше всего в мире. Есть ли у тебя вещи, которые ты любишь больше всего в мире? Есть ли у тебя такие вещи? Никто не признается, да? И Бог может попросить у тебя это оставить. И если ты это не оставишь, ты не можешь войти в призвание, ты не можешь пойти дальше. Елисей оставил Елисей оставил свои возможности, свои деньги, свой скот, свое положение, все оставил. И знаешь ли ты, как говорили об этих пророках? Когда Елисей послал своего слугу, чтобы помазать одного человека в цари, тогда товарищи и слуги этого царя начали говорить, что этот безумный о тебе хотел, что ему нужно от тебя. То есть в Израиле половина людей на них смотрели как на безумных, так же, как и сейчас люди на вас смотрят как на безумных. Что этот безумный пришел, что ему нужно? Да, безумный, безумный и для Бога, аминь, безумный и для Бога. Вот как на них смотрели. Они оставили все, чтобы следовать за одним безумным, оставили все, чтобы следовать за одним безумным. Но, следуя за одним безумным, ты получаешь его помазание. Аминь, его помазание. Дорогие друзья, я не говорю от себя, Я не говорю от себя. Я говорю строго из Слова Божьего. Строго из Слова Божьего. Это написано в Слове Божьем. И у нас впереди еще очень интересные путешествия. Очень интересные. У нас будет Давид. Анатомия призвания. Соломон. Ахас. Он мне вообще очень нравится, как он Изавель уничтожил. И это, в общем-то, все. Ахас. Еремия. Исайя. Езекиль. Ян Креститель. И даже Иисус. Ну вот, как-то так. Так же, как ученики были призваны. Стефан и Филипп. Стефан и Филипп. Дальше Павел. Знал я, ты такой. Матфей. Барнава и Саул. Их призвания. А также другие. Ну, как-то так. И у нас здесь проповеди практически на долгое-долгое время. Ладно, будет чуть быстрее. Отозваться на призвание очень легко. Очень просто. Уже было две проповеди о призвании, анатомии и призвании. Было про призвание, а теперь анатомия. И будет еще третья проповедь. И все, что Бог ждет, он ждет того, что я буду с тобой. Я тебя призываю, я наброшу на тебя свою накидку и буду с тобой. Субтитры подогнал «Симон»